добрый день дорогие друзья мы продолжаем нашу недельную главу она называется хаисаром давайте вспомним как элиезер общается с семьей рифки пришел он мы уже говорили что сначала накормили верблюдов после этого элиезер сказал им что я не стану есть пока не скажу своих слов они ему говорят говори он говорит рассказывает всю историю рассказывает все приключения которое с ним приключилось как он добрался из страны к наан сюда харан и рассказал как он увидел рифку рассказал свои слова то что он сказал что то что он сказал всевышний так и сделал все это неудивительную историю он рассказал после этого ему предложено есть но мы не забываем что аврагам сказал что ангел пойдет с тобой всесильный пошлет ангела и он увеличает успехом путь твой лаван и битуэль люди очень коварные они решили отравить элиезера и отравили ему напиток сели за стол едят элиезер когда все это сказал они ему говорят раз от всевышнего это дело происходит то вот рифка бери иди все вопросов нет вопросы сняты элиезер дарит подарки дает рифке подарки дает брату всем дает битуэлю матери всех подарил подарками на утро он хочет уйти взять рифку идти тут уже разговор меняется разговаривать с ним лаван и мать рифки а где битуэль делся ангел поменял напиток или из эра с напитком битуэля и тем что не замышляли убить или из эра кончилось для них битуэль умер его нету почему это он должен был умереть потому что то что он творил имя битуэль переводится как девственник он назначил себя таким царем что все девушки должны первую брачную ночь с ним переспать и как бы это было вот рифка и чтобы это не произошло с рифкой и не знаю что не на уме всевышнего из этого мира убрал рабе авраам и бенезра он это комментирует так почему здесь говорит мать и брат где то что сначала даже когда идет разговор то отвечали лаван и битуэль из этого рабе авраам и бенезра говорит что лаван более умный человек чем битуэль чем его отец другой комментарий говорит я не помню как он называется клик какой то на комментарий я не помню название так там говорится что вообще лаван он брат битуэля младший брат битуэля и битуэль усыновил своего брата вот он ему как сын вот так вот есть такой комментарий и вот он хоть и младший но он умнее поэтому он на первом месте а во втором случае опять он говорит вот так как лаван старший то уже битуэле не требовалось ничего от него не требовалось и мать с лаваном разговаривают лаван и мать вот так вот ну это вторая версия то что говорит раве авраам и бенезра в общем они говорят на утро пусть побудет девушка год или десяток месяцев они говорят не задерживайте путь мой они тогда думают что же нам делать призывем девушку и спросим а как мы можем понять пусть побудет год или десяток месяцев что это такое вообще уже договор был подарки там все подарил уже все он должен был идти как какие у них основания задержать все таки надо как то это на что то сослаться вы вчера вечером все пообещали ну можем себе представить что возможно они имеют траур то есть если битуэль умер то она должна была находиться в трауре по своему отцу может быть это имеется ввиду есть такая традиция что когда девушка обвенчана то ее берут замуж через год как то есть такая тоже традиция такая раньше была традиция можно так об этом подумать в общем призовем девушку и спросим спросили они рифку пойдешь с этим человеком и она сказала пойду то есть она отвечает что она пойду и тогда они ее благословили и сказали сестра наша достанешь ты мириадами тысяч и овладеет потомство твое вратами своих врагов то есть как будет браху которая тоже сдувается и вот они собираются служанки рифка и кормилица ее впоследствии мы узнаем что кормилицу зовут двора просто в таком бандитском доме в котором она выросла кто-то должен быть праведником и вот скорее всего что кормилица ее двора и была та праведница которая ее и потом мы с ней встречаемся дальше то есть мы знаем в главе вайшлах написано когда яков шел из харана шел к отцу к нам то по дороге умерла двора кормилица рифки похоронили ее и интересно то что почему она находилась в стане у якова неспроста неспроста дело то что в конце главы толдот написано что когда яков бежал от лавана в храм к лавану то она сказала когда стихнет гнев брата твоего и сава тогда я пришлю за тобой и вот наши мудрецы говорят что вот поэтому когда стих гнев брата и сава то рифка прислала двор и она была в стане якова вот так вот такой интересный комментарий к этому после этого написано что что пришли они в страну к нам и написано что вышел ицхак помолиться в поле из этого мудрецы знает что он сделал молитву минха то есть минху мы знаем от нашего прадца ицхака и когда он пришел с поля рифка спросила элезер кто этот человек она говорит вот и говорит элезер что этот господин мой ицхак и рифка не знаю она была в шоке увидел его она упала с верблюда пишется именно упала в общем и написано что взял ицхак рифку и она стала ему женой и находилась как утешение после смерти матери своей то есть когда была жива его мама сара то она зажигала в пятницу свечи эти свечи горели от одного до другого не гасли и вот эти три года когда сара в мире не было свечи горели как обычно и вот теперь когда рифка зашла в шоке ицхаку то свечи опять начали гореть как и у сары от шабата до шабата она полностью заменила маму ицхака сару поэтому назвала хаей сара то есть сара умирает но это ее полное продолжение поэтому наши мудрецы считают что хаей сара вот это касается рифки тоже а на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие души моего дяди Владимир бен Григорий моего брата Павел Бен Ефим Берта Бен Ефим 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 Бенuffy Бен Ефим Бен Ефим Бен Бен Фаг Знастья Бен Ефим 라� или penal ю ю Ира Батвера, Лер Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бацара, Ида Батхая Авива. Мазал Парнаса Сгула Ирина Батури, Арон Ребен Ури. За хороший дух Арон Ребен Двор, Роднис Бен Ахум, Абигаль Бацара, Хана Бат Аврагам. Парнаса Ибриют, Владир Бен Рая, Марина Батрая, Борис Бен Марина. Всего хорошего Олегу Марченко. Всем браха Парнаса Каванам. Мазал то, что мы это время не грешили. Читали Тору. Всем всего самого наилучшего. Всем желаю крепчайшего здоровья. Пусть закончится страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, она состоится завтра в 10.40. Шалом.